здравствуйте дорогие уважаемые друзья приветствую вас на своем канале один из недавних подкастов подкаст номер 7 назывался таблетка от популизма и это был мой разбор инаугурационной речи президента зеленского 2019 году я получил достаточно объемную обратную связь и мне запомнился один комментарий в котором человек мне сказал мол поливаешь грязью зеленского что порошенко не проплатили и знаете с одной стороны этот комментарий можно воспринять как оскорбительный мол я продажный а с другой стороны можно воспринять как комплимент ведь вы сами подумайте посмотрите на то сколько на меня подписано людей посмотрите на количество просмотров моих постов и публикации и вы поймете что я не имею тех масштабов чтобы кто-то мне платил деньги что я кого-то там поливал грязью и если уж вам кажется что я кого-то поливаю грязью если вы даете этому такую оценку то вы можете быть уверены что я делаю это совершенно бесплатно после этого комментария я всерьез задумался что было бы замечательно углубиться еще дальше в нашу новейшую историю и послушать инаугурационную речь предшественника президента зеленского о чем он говорил короче говоря я инаугурационную речь порошенко также на компьютер скачал и сейчас мы вместе с вами будем ее смотреть и слушать да 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 вспоминаю фирменная фишка петра алексеевича это член семьи европейских народов вот он оперировал часто этим термином семья европейских народов и украина член этой семьи давнишний член полноценный член но потом что-то произошло и в общем членство это куда-то делась и сейчас мы это членство возвращаем и есть некоторые силы которые этому противостоят и на и вот вокруг этого конфликта развивается украинская история где-то с 2004 года со времен оранжевой революции и братья так сказал иван франков стоят и ногами и сердцем на украине свои головы держите европе заповедом и хайло драгоманов ну да и тут на грационная речь сразу начинается с завещание человека о котором мы знаем только потому что он есть в школьной программе по украинской литературе а также потому что его именем назван город соотечественники скажите мне пожалуйста если кто-нибудь кто читал ивана франко кто проникся его творчеством и что-то взял оттуда ладно это я не уч я не хочу мерить других по себе но я не знаю кто такой иван франко и поэтому я спрашиваю может кто-то и вас знает но что-то мне подсказывает что из 100 человек может человек пять вообще когда-то открывали ивана франко и вообще там знают о чем он там вообще писал но тем не менее сразу начинается инаугурационная речь с его завещание стойте ногами в украине а голову держите в европе да и драгоманов то же самое кто-нибудь знаком с тем что произвел на свет драгоманов вот я не знаком повернение украины до своего природного европейского стану было умрияно бать ма поколением возвращение украины в свое естественное европейское состояние это то о чем мечтали многие поколения вот мне интересно о каких временах он говорит вот когда украина была в своем естественном европейском состоянии ну наверное речь идет о временах киевской руси данила галецкий княжества были там ну кое-какие до элементы присутствовали но это все было очень давно ну получается так потому что других примеров государственности за последние там 800 лет кроме запорожской сечи не было до аж до времен крушения российской империи в начале двадцатого века до была запорожская сечь были казаки но при всем уважении они не дотягивают до государства ну получается украинская власть ведет свой национальный миф так сказать провозглашает украину преемницей киевской руси то есть украина что это и есть собственно киевская русь вот точно так же как греки считают себя преемниками тех греков которые построили парфенон точно также украина считает себя преемницей киевской руси но тут есть проблемка преемницей киевской руси себя считают не только украина еще одна большая отсталая страна которая расположена по соседству которая еще больше чем украина и еще более отсталая диктатура чё панувала останними роками в украине прагнула позбавить и нас и ей перспективы и народ повстал переможная революция гидности сменила на лише в ладу краина пробила ся иначе и иншими стали люди я не очень много читаю но стараюсь читать толковые книжки мировые бестселлеры которые считаются эти так в авангарде вот человеческой мысли в наши дни и вот среди книг которые я прочитал есть такой бестселлер точнее три целых книги ювальной харари и книга называется homo sapiens homo deus человек завтрашний homo sapiens это человек сегодняшний а также 21 урок для 21 века кстати вы можете 21 урок для 21 века найти на моем втором канале которая называется тимур офенди я эту книжку вслух прочитал внятно из интонации так что кто желает послушать кто любит аудиокниги милости просим ссылку размещу в описании так вот из этой книги я усвоил одну важную мысль что любая история которая рассказывается это миф что все что рассказывает человек описывая какие-то события в прошлом эта история а история не может быть объективной реальностью это лишь взгляд чьими-то глазами в чьем-то понимании причем взгляд этот не статичны он меняется со временем и поэтому то как описывает петр алексеевич события 2014 года что диктатура которая царила в украине хотела лишить европейского будущего на народ восстал обрел достоинства и так далее это тоже история я вот могу другую историю рассказать да кое-что будет схоже с тем что рассказывает петр алексеевич порошенко и его соратники но очень многое даже большинство будет отличаться и не вдаваясь в подробности могу сказать что янукович не был никаким тираном он был слабым президентом паханом украину раздербанили между собой группы влияния феодалы первого порядка такие как ахметов коломойский там всякие пинчуки и тому подобное феодалы поменьше 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 до самых низовых феодалов и конечно же ни о каком развитии речи быть не могло в таких условиях а ведь если нет развития что происходит мы деградируем да ну что развитие это условия жизни и вот украина не развивалась и это факт это правда она деградировала и государственная власть у нас также потихонечку ослабевала уважение к власти ослабевала значит обострялись противоречия и все это у нас конечно привело к майдану майдан тоже был противостоянием и там решалась судьба страны и вы знаете кто победил но давайте не забывать что победа майдана победа украинских националистов она была не очевидна я до последнего полагал что янукович все-таки предпримет какие-то решительные меры для разгона и он возьмет страну под контроль но он не смог а если бы смог то верховной раде говорили бы совсем другие вещи и озвучивали бы совсем другие мифы настав час невидворотных позитивных змин чтобы запровадить их нам необходим в першу чергу мир безпека таєдность на заваде колоссальных можливостей яки спадением тирании виткрылась и для европейской модернизации украины стала справжня вина спланована и развязана на украинскому донбассе и все бы было хорошо украина бы развивала свой европейский вектор и в каком-нибудь там 2028 году вступила в евросоюз вряд ли бы конечно вступила она в шенгенскую зону но думаю что в евросоюз вступили бы но случилось то что случилось началась война и старший брат северный сосед решил забрать территории но сейчас спустя 10 лет после всех этих событий нет никаких сомнений то что войну действительно начала российская власть и нет никаких сомнений в том что это было просто имперская авантюра и с одной единственной целью забрать земли и ресурсы у слабеющего соседа находя для этого всякие разные причины и предлоги такие как защита русского населения это мы потом узнаем что на самом деле на население плевать мы это отчетливо поймем позже будут они это объяснить по-разному в том числе и потому что эти территории достались бы ненавистным англосаксом каким-нибудь там же до масоном коллективному западу я думаю что никто не нуждается в ознакомлении с вот этим вот многолетним потоком российской пропаганды о чем они рассказывали и как они все эти действия российской власти объясняли досить багато кто думал начебто незалежность дисталася нам без жодных зусиль это неправда за нашу незалежность и самостейность боролись целые поколения украинских патриотов за ней полегли герои небесной сотни за ней гинуть украинские воины та мирные громадян прошу вшанувати хвилиною мовчанья память всіх кто полег за волю и незалежность украины на майдане погибло около сотни людей в а то погибли тысячи в нынешней войне или в нынешней фазе вот этой вот войны как украинская власть позиционирует все это не берусь от себя рассуждать но это украинская власть так заявляют что война продолжается на самом деле уже 10 лет ну и то есть вот эта новая фаза которая называется полномасштабное вторжение почему-то она не называется война официального полномасштабное вторжение погибло уже бог знает сколько десятков тысяч человек на войне и от войны и вот знаете думая об этом господа я хочу пожелать и себе и вам и всем нам выжить и вспомнить эти события через двадцать тридцать сорок кому-то даже через 50 лет вы представляете вот пока порошенко говорил вот эту инаугурационную речь свою сколько пацанят двенадцати тринадцати четырнадцатилетних тогда бегали и им предстояло лечь в землю через десять лет из-за того что украинская государственная власть оказалась недостаточно сильной для того чтобы обеспечить государственную безопасность и чтобы не было у нас олигархии не было коррупции в итоге чтобы не было у нас майданов получается что за слабость государственной власти у нас платит население страны я иду на посаду президента чтобы сберегти и смецнити единость украины забезпечить их забезпечить и тривалый мир и гарантовать и надеянную безпеку знаю мир найголовніше чого прагне сьогодні украинский народ у главы державы широкий вибор різноманитных инструментов для забезпечения территориальной ценности и мирного життя громадян повноважен и решучисти не забракны я не хочу війни я не прагну помсти хотя перед очима великие жертвы принесены украинским народом я прагну миру и добьюся едности украины тому распочинаю свою работу с пропозиции мирного плану записываю это видео не для того чтобы поливать грязью господа а для того чтобы вспомнить и чтобы вы кто хочет вместе со мной тоже вспомнили так вот глядя на сказанное из дня сегодняшнего из конца 2024 года я могу сказать что задачу он задекларировал весьма правильную достижение мира и знаете возможно он конечно не добился выдающихся успехов по части там восстановление территориальной целостности в общем то что вот натворил майдан то что случилось после майдана вот это вот ослабление страны и вторжение агрессивного соседа который чтоб свои какие-то дела наладить чтоб остаться у власти вторся к нам нет порошенко не достиг больших успехов но по крайней мере я могу точно сказать что он этот процесс и не завалил на поле вот закликаю всех кто незаконно взяв до рук зброю скласти и у витку ведь гарантую по-перше звильнение в криминальной ответственности тих на чьих руках не мая крови украинских войны по мирных людей и ты кто не причетный до финансования терроризма ну что далее петр алексеевич говорит что в общем если вы брали в руки оружие но вы не успели ничего натворить то вы никакой ответственности не понесете за сепаратизм и так далее и я должен сказать что это действительно было правдой вот я не буду назвать фамилию этого человека но лично среди моих знакомых есть человек который ушел туда в дэнерию который непосредственно у них там служил воевал держал в руках оружие он в 2000 по моему семнадцатом или шестнадцатом году как ни в чем не бывало приехал в город мариуполь и то что он там был это знали все вокруг но удивительно никакой сбу никто к нему не пришел и никаких претензий даже ему не предъявили хотя было известно что он воевал за днр это вот то что видел я свидетельство людей которых знаю я о том насколько преследовали до тех кто занимался сепаратизмом получается что никак их не преследовали я давно уже думал и размышлял году 2018 19 а чтобы российская власть с такими людьми сделала она бы просто порвала их вот представьте себе там 2018 год на кубани и у нас организуется какая-нибудь ячейка какой-нибудь клуб какая-нибудь группа которая говорит что кубань это население так сказать этнических украинцев здесь и это вообще отдельная страна отдельный этнос мы хотим выйти из российской федерации краснодарский край и вот скажите чтобы власть путина сделала бы с этими людьми так вот в украине теми людьми тех кто именно был сепаратистом украинская власть вообще ничего не сделала и не только тем кто там публично что-то выражал говорил нет даже тем кто оружие в руках держал получается ничего не было ну это это правда по-друге контрольованный коридор для российских найманців які захочуть повернутися додому по-третє мирный диалог зрозуміло что не стрелками абверами бисами та іншою нечестью идеться про диалог с мирными громадянами украины навіть з тими хто дотримується інших ніж я поглядів на майбутні країни сьогодні окремо хочу звернутися до співвітчизників з Донеччини та Луганщини ну що господа как думаете соответствують ли действи украинской власти с 14 по 19 год вот этим декларациям дорогие наши братья и сёстры сограждане многие из вас уже успели ощутить на себе прелести правления террористов они помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами привели без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде всенародные выборы президента поставили жирный крест на мифе а якобы нелегитимности киевской украинской власти этот миф посеян и взращён российской пропагандой и кланом Януковича который предал донбасс и ограбил его еще большей степени чем всю страну донецкой область он безраздельно правил 17 лет а теперь финансирует террористов и именно он несет полную ответственность за политическую социально-экономическую ситуацию в которой сегодня оказался регион и за безработицу и за бедность и за беженцев и за убитых граждан и за слезы матерей так ну здесь у нас идет возложение ответственности за произошедшее на Януковича что выглядит на сегодняшний день как-то не очень убедительно потому что свете произошедшего Янукович у нас как-то выглядит уже второстепенной фигурой и с того дня как он убежал из Киева оставив людей которые за него стояли которые за него держались с тех пор вот именно с того времени он конечно же является просто уже какой-то второстепенной фигурой каким-то человеком артефактом не имеющим какого-то значения и то что он там финансировал террористов честно говоря я кроме как вот отсюда я в первый раз слышу там что Янукович кого-то там финансировал честно говоря я глубоко сомневаюсь что Янукович вообще бы потратил свои деньги там на какие-то там подобные вещи хотя конечно откуда мы можем знать но спустя 10 лет то что говорит Порошенко к чему привел сепаратизм и вот это вот так называемая власть сепаратистская до чего довели эти территории ничего нельзя отнять только добавить с чем я как президент приеду к вам в самое ближайшее время с миром с проектом децентрализации власти с гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка с твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных с уважительным отношением к специфике регионов к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти пантеона героев религиозных традиций с проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими партнерами из Евросоюза по созданию рабочих мест на востоке Украины с перспективой инвестиций с проектом программы по экономической реконструкции Донбасса сегодня нам нужен легитимный партнер по диалогу говорить с бандитами мы не будем и мы готовы и мы готовы огласить досрочные местные выборы на Донбассе для формирования партнеров по диалогу таковы основные детали моего мирного плана для Донбасса и для всей Украины ну что децентрализация ну вроде было что-то такое развитие инфраструктуры модернизация ну чего-то там бурного я точно не заметил хотя какие-то процессы конечно же происходили ну по крайней мере реорганизации оптимизации это действительно было да переодели полицию как-то стало по-другому смотреться армия ну и вот лицо государства действительно изменилось при Порошенко странно конечно если бы оно выглядело как при Януковиче что-то должно было измениться и лицо государственной власти должно было измениться и конечно же при Порошенко оно изменилось извечная тема русский язык и гарантия свободного использования русского языка ну это конечно наша больная мозоль со времен обретения независимости что вот это вот карта русского языка что там поменялось законодательно не могу вспомнить но вот то что фактическое положение вещей как было до 2014 года так и осталось ну по крайней мере вот город Мариуполь это я могу точно сказать государственный язык украинский документы введем на украинском в общем дорожные знаки на украинском улице там все такое говорим в быту по-русски значит всякие коммерческие названия все что между людьми обмен информации это у нас на русском языке притеснений русского языка точно никаких не было и в подтверждение тому можно привести хотя бы тот факт что официальные мероприятия такие как там день города всякие там концерты выступления да какие-то там основные речи там после гимна украина какое-то там послание она давалась на украинском языке но потом также переходили на русский язык мэр города Мариуполя вот я помню там город бердянск мэр бердянск обещал там на русском языке значит какой-то там концерт был конферанте я полностью конферанс дает на русском языке в украинском бердянский так что никаких проблем у нас с русским языком и культурой не было и заслуги порошенко тут никакой нет можно только лишь констатировать что язык никто не ущемлял да и на национальной почве никого не ущемляли хотя конечно же после 2014 года бренд русский русская российская очень сильно пострадал дискуссии не подлягая питания про территориальную целесность украины щойно я присягнул усима своими справами бороните суверенитет и незалежность украины и завжди буду верный цей святой обетнице кулькисть людей с которыми я мав честь поспелкуватися под час виборчей кампании перевищу я миллион украина ризноманитна но она сильна духом и духом един украина прагнення до миру та соборності нашої держави домінує в усіх без виключення областях украины я глибоко вражений патріотизмом мешканців певденних та східних українських областей від одессы до харківщины мирщины наставили вже сьогодні ми твердо можемо сказати що важкі випробування об'єднали українську родину вони зміцнили нас як українську політичну націю впевнену в своєму європейському виборі наш народ ніколи не був таким сильним як тепер ну і конечно ж об'язательна части программа любого українського політика це признання любви українському народу але знаєте після того як я прослушав інаугураційну річ Зеленського річ Порошенко выглядит очень сдержанно і достаточно общий винужден признать що його тут не на чому поймати він действительно пытався он пытався задавити сепаратизм увидев що воєвати дальше не получается він пошел на Минське соглашення і то що начиная с 15 г. вже не було війни ну или війна шла але вона вже була не в горячій фазі все таки население Украини если не считать тех хто был занят именно в АТО жило в условиях мирного времени нас не бомбили по нам не отправляли ракеты население не убегало из страны в общем войны действительно не було і сейчас це виглядить як достиження але свобода не дається раз і назавжди за неї треба постійно боротися і мир якого ми сподіваємося досягти найближчим часом не буде тривалим якщо ми належним чином не зміцнимо нашу безпеку щоб мир став довготривалим нам слід призвичається до життя в умовах постійної боєвої готовності ми повинні тримати порох сухим армія та її переозброєння з усиллями вітчизняного військово-промислового комплексу має стати нашим найголовнішим приоритетом Приходиться снова отдать должное президентству Порошенко та армія, которая противостояла вторжению те вооружённые силы, которые имела Украина когда и под чьим руководством были созданы эти вооружённые силы ну очевидный самый ответ уж точно это не заслуга Зеленского то, что украинская армия в общем была такой, какой она была на начало вторжения более того, я слышал много обвинений в сторону Зеленского что при Зеленском армию начали сворачивать армию начали подрезать финансирование и всё такое и в общем ещё не известно что бы было с украинской армией ещё через три года президентства Зеленского так что создание украинской армии нового образца я не хочу и я не могу знать насколько это личная заслуга Порошенко как президента уверен, что во многом может быть не всё, но во многом или основная часть но украинская армия нового образца, которая противостояла вторжению и выдержала это вторжение это армия, которую создал Порошенко больше того завантажение государственными замовленными предприятиями оборонно-промислового комплекса даст поштовх реиндустриализации экономики кто шкодует денег годовать свои военные силы тот годует чужую армию а наша армия должна стать настоящей элитой украинства слово генерал мое ассоциоваться не с словом коррупция а с словом герой так и здесь когда речь пошла оборонно-промышленном комплексе его загрузки я вдруг внезапно вспомнил что Порошенко у нас тоже числится как олигарх да немножко меньше чем Ахметов немножко меньше может быть чем Коломойский но тем не менее это был олигарх первого порядка и также мне сейчас вспомнилась вот эта вот история что Порошенко вроде как обещал хотя лично я не слышал мне не встречались такие вот его заявления но принято считать что Порошенко мол обещал становясь президентом отдать все свои деньги то есть отречься от своих миллиардов в пользу Украины или там отдать эту компанию отдать все свое имущество кому-то в управление кому-то отдать ну в общем то есть посвятить себя государственной деятельности чего судя по всему он не сделал подписаться международной международной ну что ж не знаю поддержки а а а а я бы сказал я бы сказал что мы не можем себя спокойно чувствовать пока с россией мы отношения не урегулируем но тем не менее сказал что Крым это Украина и здесь конечно здравая позиция чувствуется когда все началось двадцать втором году когда начался весь этот ужас вы не поверите я как человек который к Порошенко всегда испытывал какое-то отвращение почему-то я почему-то испытывал какую-то такую нелюбовь к нему какую-то личную антипатию и отвращение к нему я испытывал после начала войны я Порошенко вспоминал и задавал себе вопрос если бы Порошенко был президентом президентом Украины случилось ли бы война и ответ самый очевидный для меня был такой что Порошенко бы звонил рассказывал чесал языком он бы по ночам там звонил Путину звонил кому-то еще его бы назвали старой проституткой но до вторжения он бы не довел и вчера я про это твердо заявил российскому керевництву в Нормандии на святкувании 70-летия Крым ей будет украинским крапка ни с кем не может быть компромиссом в питаниях Крыму европейского выбора и государственного строя а ведь все началось с Крыма с вот этой вот чертовой русской весны вот скажите россияне нужен ли был вам этот Крым много вот меня смотрят из моей скромной не очень многочисленной аудитории большая часть смотрят из России и вот мне хотелось бы спросить россияне он вам отлично вот вам каждому нужен нужен ли был этот Крым ведь война то она что тоже все это с него началось поссорились с Украиной из-за Крыма из-за того что захотели этот Крым из-за того что в момент когда ваш сосед ослаб ваш президент как шакал влез и у ослабевшей жертвы так сказать забрал только пожалуйста не рассказывайте про волеизъявления про украинских нацистов про то как Крым отделился уже давным давно стрелков рассказал как он под дулом автомата сгонял депутатов крымских в сессионный зал для того чтобы принудить их принять хоть какой-то там нормативный акт хоть какую-то директиву которая бы как-то придала ну хотя бы какой-то вид законности внешний вид законности тому что сделали вот этому отжатию полуострова вот этот вот аксионов там они же были маргиналами все вот эти вот коллаборанты которые у Путина там в георгиевском зале подписывали они же на крымском полуострове они были маргиналами они были в меньшинстве и вот просто пришло их время так что не надо там рассказывать это уже десять лет прошло уж не смешно забрали отжали просто рейдерский захват территорий вот за которые население российской федерации до сих пор расплачивается и скажите оно вам надо было ведь я вспоминаю что до четырнадцатого года люди из российской федерации посещали крым и чувствовали себя там очень комфортно я помню что люди там работая на госслужбе они с одной своей месячной зарплатой ехали в крым и отлично себя чувствовали при украине все было классно это было место где действительно можно было отдыхать после четырнадцатого года он закрылся как для украинцев и блин не знаю россияне что вы там приобрели в том крыму он вам нужен был я года с восемнадцатого начал говорить такую фразу что этот крым еще очень долго будет россии и россиянам отрыгиваться и отрыгивается этот крым до сих пор а все инше повинно обговоривайтесь и вырешивайтесь за столом переговорив будь какие спробы внешнего и внутреннего поневоливания украинцев встречают и встречают найрешучу мы хотим быть свободными а жить по новому это и означает жить свободно в условиях такой политической системы которая гарантует права и свободы людини и нации хотел бы наголосить на отданность и идеи парламентской президентской республики никакой узурпации влады европейская демократия для меня найкращий способ державного правления винайдений людством саме европейский досвид что значную частину повноважения уже сейчас нужно делегировать из центра местных органов влады реформа 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 что до децентрализации распочнется уже цего року изменами до конституции новое 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 обращение украину нужно федерализовать чтобы украина стала федерацией мариняя про федерализацию не мая грунту в украине важливую частину суспільного запиту наповне перезавантаження влады и достроковые выборы парламенту давайте будем а чинный склад шановного нашего зібрання не зовсім відповідає настроям суспільства а ведь это же именно тот состав верховной рады украины который собственно легализовал власть которая появилась после того как убежал янукович и вот как интересно порошенко формулирует свою мысль что мол действующий состав нашего уважаемого здесь собрание не соответствует запросу населения как-то не очень удобно говорить регионалы пошли вон нет просто можно сказать что вот не соответствуем запросам населения если говорить о дипломатическом опыте порошенко то вот он он выразился очень дипломатично чтоб никого не обидеть а оно суттєво изменилось в 2012 а жить по новому и означает что не можно нехтовать волю народу жить вольно означает до речи и вольно користоваться родной мовой 10 статей конституции а вона визначает украинскую мову как единую державную что гарантует вольный развитие российской таиншим мовом слово братья вот так вот Петр Алексеевич говорит что нельзя пренебрегать голосом народа но я уже давным-давно имею такое стойкое ощущение что народ для них вот в их понимании государственная власть это те кто могут как-то на них давить те кто могут шуметь выражать недовольство и как-то оказывать на них влияние а если ты обычный гражданин коих большинство которые занят какими-то своими делами и тебе некогда там митинговать тебе некогда устраивать там всякие символические акции кричать про государственную измену если ты голоса не подаешь или подаешь его только на избирательном участке раз в пять лет то тебя как бы и нет то ты и не являешься народом вот получается так по крайней мере вот я это так вижу господа и вот это самая многострадальная десятая статья украинской конституции которая говорит что государственным языком является украинский при этом гарантируется свободное развитие русского языка мне очень жаль что получается так что эти два языка фактически не могут ужиться в одной стране вот в грузии вполне себе уживаются русский и грузинский знаете почему потому что они очень разные что русский грузинский что русские и грузины а вот здесь много всего прочего присутствует и имперское прошлое и тот факт бесспорный что если украинский язык не поддерживать и не давать ему какой-то дополнительный буст развития то конечно же русский язык его сожрет это факт и хранить сохранять украинский язык нужно сохранять как и любое культурное наследие на нашей планете вот это очень плохо когда языки культура и культурное языковое разнообразие пропадает ну вопрос какими методами мы это делаем да любое так сказать ослабление по части русского языка трактуется украинскими националистами как госизмена а любое так сказать нажатие на украинский язык воспринимается русскоязычными как притеснение русского языка ну или что-то вроде того мир зарплата пенсия стипендия звучат дуже подобно что украинскую что російськую наявність работы це те що дає людині можливість жити безбідно найбільше професійне задоволення я досі отримував саме від створення нових робочих місць що може втішати людину більше як праця і і по можливості где-то создавало благоприятний режим благоприятні услови но самое главное щоб государство забезпечити умови для інноваційной экономики і соціальні справедливості справедливий розподіл національного богатства це нагальна вимога часу але перш ніж національне багатство ділити його треба приймножити когда-то года так 3-4 назад я слышал как один турок рассказывал о проблемах ведення бизнеса в Україні вы знаете что турки взяли много подрядов они строили дороги то есть в Украине турки делали кое-что и вот один турок рассказывал что мол у нас в турции для того чтобы подключиться к электроэнергии на это уходит грубо говоря там 5 человека часов для того чтобы подключиться к электроэнергии в Украине для того чтобы подключиться к электроэнергии уходит там ну условно от 50 до 100 человека часов да и там какое-то там определенное количество денег на хабари и так далее и И хоть и были, наверное, какие-то улучшения, созданные такие вещи, как ДИА, вот эти вот современные способы обработки документов, когда можно на загранпаспорт податься и не торчать в Авере, не пытаться прошмыгнуть через очередь, дав кому-то на лапу. Конечно, такие вещи появились, безусловно, развитие есть. Однако, подключиться к электрической сети в Украине проще не стало. И Украина имеет все необходимое, чтобы обеспечить людям европейский добро. Мы умеем и хотим жить собственной работой. Мы способны быть творческими и инновационными. Мы уже навык учимся не заздрить успеху соседа или коллеги. Тут Петр Алексеевич юморит, говорит о зависти к соседу и так далее. Но, вы знаете, не надо завидовать каким-нибудь чехам, каким-нибудь там венграм, что, мол, гляньте, Венгрия такая маленькая, сбитая, компактная, достаточно успешная страна Европейского Союза, а Польша тоже, да, почему мы не можем, как они, да, потому что мы не они, мы другие. У нас другой этнический состав, у нас вообще другой, там, культурный бэкграунд, другое разнообразие, другие принципы взаимодействия людей в стране. Головы у людей засраны совершенно иными вещами. И у нас есть сосед, большая страна, и Украина не может не подпадать под ее влияние. А чтобы не подпадать под ее влияние, стране нужно быть сильной, а сильными быть не получается из-за всех этих противоречий внутри. И что теперь делать? Але и мы не пасемо заднюю. Чему? Потому что на відмину от нас, краины европейской спільноты побудували экономику вільной конкуренции, новых идей, деловой инициативы, наполегливой работы, постоянного самовдосконаления. Так будет и в Украине. Але для этого, дорогие друзья, первое, что нам нужно сделать – знищить коррупцию. Нам потребен загальнонаціональный антикоррупционный пакт между владою и народом. Суть его проста – чиновники не берут, а люди не дают. Победить коррупцию, Господи, это настолько пошло, что даже уже разговаривать об этом не хочется. Сколько из них уже приходило из этой трибуны, говорило о том, что нужно победить коррупцию, чтобы победить хабари, не победили. И не надо вот следующему президенту приходить и рассказывать, что вот коррупция – это плохо. Мы и так все прекрасно понимаем, что коррупция – это плохо. Зеленский, он громче всех, походу, орал про коррупцию. И большей коррупции, чем при Зеленском, в Украине не было. Такое чувство, знаете, что чем больше говорят, тем хуже обстоят дела. Хотя что удивительного, да? Кто о чем, а вшивы про баню, или как там, у кого что болит, тот о том и говорит. Мы не сможем изменить страну, если мы не изменим себя, свое ставление к своей жизни, к жизни целой страны. В том, что Украина пришла к кризис государственности, есть часть ответственности каждого из вас. Кто считал нормой не сплачивать податки, кто раскушировал за государственный рахунок, кто голосовал и митингировал за деньги, кто получил незаслуженные пильги и нагороды, кто все вместе уничтожил фундамент общественной доверии, засады права и общественной организации. Европейский выбор – это сердце нашего национального идеала. Это выбор, сделанный нашими предками и пророками. А что нам нужно конкретно сделать, чтобы жить свободно, жить безбедно, жить в мире и безопасности? Это все написано в угоде про политическую ассоциацию и зону свободной торговли с Европейским Союзом. А вот еще одна больная мозоль Украины. Ассоциация с Евросоюзом. Ну, это, знаете, больная мозоль на больной ноге, которая идет в Европу, но никак не дойдет. Вот ассоциация с Евросоюзом. Помните, как украинский народ обманули? Как ассоциацию с Евросоюзом, которую тогда отменили, отменили ее подписание, как интерпретировали этим людям, нашим всем роднекам украинским, которые не понимают и никогда не читали про эту ассоциацию. Я, кстати, тоже не читал в то время и понятия не имел. Но главное то, что люди в стране восприняли отмену подписания ассоциации с Евросоюзом как отмену вступления в Евросоюз. А поскольку Евросоюз был у нас таким светлым будущим, то получается, что отменили светлое будущее. И поэтому Янукович тиран, Азаров тиран, все они сволочи. Только вот что ни говори, господа, а все это не соответствовало действительности. Евросоюз это не светлое будущее. И ассоциация с Евросоюзом это не решение проблем. Ассоциация с Евросоюзом, конечно же, это важная вещь. Но мало кто в стране, точнее не то, что мало, а приблизительно никто не осознавал, на какой путь мы становимся и что этот путь от нас потребует. Этого не осознавал никто. И что сказать, господа, уже прошло 10 лет, и у нас давным-давно уже подписана ассоциация с Евросоюзом. Не знаю, что бы с нами было сейчас без этой ассоциации. Где бы мы сейчас все с вами были. Багато из вас разом с мной долучилися до складания этого документа. Теперь мрюю втелить его в жизнь. Но из этого нам нужно как наиболее, как наиболее я подкреслю, подписать экономическую часть угоди. Дорогие друзья, моя ручка уже в руках. Я уже готовый. И как только ЕС ухвалит соответствую решение, подпис украинского президента миттево появится под этим долоносным документом. Мы не имеем права звуликать с подписанием экономической части угоди. Те же самое стосуется и якнайшвидшого запровадження безвизового режима для украинцев с Европейским Союзом. Безвизовый режим с Европейским Союзом. Ну что, господа, безвиз это действительно удобно и действительно нам стало гораздо проще путешествовать. Кстати, в Европе люди там наверху поняли, что на самом деле украинцам не нужен никакой Евросоюз. Украинцам не нужно вот это вот все, платить налоги, заморачиваться с регионалистикой, с квотами на производство каких-то продуктов и так далее. Украинцам это не надо. Украинцу, рядовому, нужно просто возможность тусоваться, где он хочет. Ездить в Европу, кататься, зарабатывать, возвращаться домой и все. А для этого украинцам нужно просто дать возможность в эту Европу заезжать по своему загранпаспорту без всяких виз. И, собственно, вот то, что дали украинцам этот безвиз, это то, что им нужно было. Потому что, как только получили этот безвиз, появилась возможность в Европу съездить просто так, разговоров про вступление в Евросоюз и европейский вектор развития стало гораздо меньше. Я думаю, что большинство из вас точно это заметили. Мы завершили уже первый этап безвизового режима и очень быстро завершим второй, чтобы с 1 сентября 2015 года украинские граждане могли безвизово подорожить Европой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Але й угоду про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до повноправного членства України в Европейському Союзі. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я думаю, что позиция украинского парламента и тверда воля украинского народа Створить нам все умовы, чтобы уже в ближайшем время в Европейском Союзе Украина получила перспективу членства Потому что никто не имеет права в это на европейский выбор Украины Ну что, господа, прошло 10 лет с вот этих вот решительных заявлений Евросоюз вот просто уже бьем копытом вперед, вступаем вперед Вот мы сейчас прям все сделаем, чтобы туда вступить Прошло 10 лет и последнее, что я слышал про Евросоюз из Украины То, что, в общем, уже все, потеряны всякие там надежды туда когда-нибудь вступить в обозримом будущем Так что, в общем, по итогу получилось то, что, в общем, Евросоюз, до свидания Никакого вступления у нас, походу, не будет Кто хочет в Евросоюз, собирайте чемоданы и езжайте туда До речи, визнати таке право значило бы проводить політику принесения мира и спокойствия в Украину Но для реализации наших амбитных планах нам нужны не только мир и единство страны, но и консолидация всех патриотических, проукраинских и проевропейских сил Можем постоянно держать в памяти суворые уроки национально-визвольных змаганий 17-20-х годов минулого столетия Тогда наши политики не смогли объединяться для того, чтобы вместе противостоять агрессии Володимир Винниченко боролся против Михаила Грушевского Симон Петлюра против Павла Скоропадского Нестор Махно боролся против всех Почему в Украине не могут найти общий язык? Почему у нас противоречия? Вы знаете, что-то заложено такое вот в основе, что не дает возможности людям действовать вместе Что-то такое есть Какие-то вот разные мы все Что-то разное у нас в голове Но я думаю, что нельзя дальше это игнорировать Не нужно говорить, что мы все одинаковые, что мы все украинцы У нас у всех одна цель, одна любовь Мы все с одной бедой Мы все с одними болями, с одной мечтой Блять, хватит! Это неправда! Это пиздеж! Мы все разные И далеко не у всех болит душа Далеко не все готовы идти на жертвы Далеко не все верят в идею украинскую И я думаю, что путь к построению здорового государства Заключается в том, чтобы хотя бы признать очевидное Перестать бороться с реальностью И перестать жить в каком-то выдуманном мире В котором в Донецкой области говорило по-украински 85% человек Я же помню, когда до 2014-го года, 2012-й год Открываешь какие-то справочники украинские Какие-то там таблицы статистические И там на полном серьезе указывалось Что на украинском языке в Донецкой области Там говорят 80%, 75% Большинство в Донецкой области говорят по-украински А я, живя в Донецкой области Никогда за свое детство, юность Не слышал украинского языка Когда едешь в Ростовскую область Кугей, Круглая Там есть Натальевка Там есть места компактного проживания украинцев Там говорили по-украински А вот в Донецкой области не говорили Но, опять же, вернусь Борьба с реальностью, блядь Нам нужно для начала просто перестать с ней бороться И озвучить все, как есть Вот Вот к чему мы приходим, господа На самом деле, надо просто не врать И не лицемерить Вот и все Настав час будувати нову, велику краину Сучасную Високотехнологичную Обороноздатную Конкурентно-спроможную Врахуем досвид краин, которые появились на политической карте Лише несколько лет тому Но уже сейчас стали лидерами Поставивши на развитие интеллектных технологий Бо найціннейше Не гроши Не заводы Не підприємства А людський капітал, який має Україна Что-то где-то я это уже слышал А Инаугурационная речь Зеленского Стандартный пункт Что Украина Талантливые Украинцы Классные Просто люди Это золото Это золотой запас нашей страны Это ее основа Это ее душа Только вот Порошенко Ну вот если от одного до десяти Да Зеленский это на десяточку Высказал это Да Вот это вот Про украинцев Весь этот пафос О том, какие мы классные А Порошенко Ну на троечку Да Очень сдержанно Друзья, я не маю сумніву И я впевнений, что ни в кого в цьому залі Їх немає, что мы с вами Спольно Здолаємо всі труднощі Відстоямо Териториальну цілісность Нашей держави Забезпечимо мир Та спокій Нас никто уже не оберне в робів Криминалу та бюрократии Прислужников Колоніальної влади Нас підтримує Цілий світ И за останні Ці три дни Я мав абсолютно переконливу можливість В цьому пересвідчитися Навколо ідеї незалежності Свободи Гідності Правової держави Європейської інтеграції Объєдналася вся Україна І все світове українство Народ своє маго висклово сказав Під час революційних подій Під час спротиву агресії Під час виборів Тепер Черга за нами За владою Простягаю руку миру всім Хто подав голос за мене І тім Хто не голосував Всім Хто допоможе встановити мир Порядок І спокій в Україні І всім Хто вірить В європейську майбутність України Ми народ Що був одірваний Від своєї великої батьківщини Європи Повертаємося до неї Остаточно Безповоротно Мир нам Хай благословити нас Господь Слава Україні Цю інаугураційну промову Можна розірвати На цитати Заключительний меседж Ми все преодолеем Но Опять же По сравнению с пафосом Зеленського Это просто даже Не воспринимается Как вот Зеленський говорил Потому что Мы Украинцы Поэтому Из-за того, что мы украинцы У нас вообще нет Других вариантов Кроме как прийти К какому-то успеху И вот эти все рассказы Дефирамбы про украинцев Что у Петра Алексеевича на троечку Что у Зеленського Там на десяточку Это же очень приятно Сидеть и слушать Какие мы классные Какие мы классные люди Мы вообще такие Офигенные Это же вот Просто вам берут И мед в уши Заливают И От вас ничего не требуется В данном случае Да Вас никто не критикует Вам нужно только сидеть И вот так кивать Да Мы классные Мы украинцы Да Чудные дела Господа Смотришь Что происходит сейчас И наблюдение За нынешним президентом Украины Заставляют Вспоминать Порошенко Как классного Чувака Конечно же Классным чуваком Он не был Ну хотя бы Из-за того Что он Претендовал На особую роль Он претендовал На роль Такого себе Украинского Маннергейма Который вот Воссоздал страну И так далее Но Маннергейм Это был Можно сказать Человек Святой Для Финляндии И Нельзя было Оставаться Олигархом И Как там Седолицем Гитманом Надо определиться Или ты По деньгам Или ты По Государственной Деятельности Или ты Нацелен на Свершение И То что Петр Алексеевич Никак не расстался Со своими Деньгами Не утратил Контроль над Своим бизнесом Это конечно же Показывает Что У нас Даже Президент Который Был выбран На госслужбу Он не готов На решительные Действия Вот он говорит Что мол Все должны Быть такими Классными Пацанами Что Рыба сгниет С головы И так далее И так далее И так далее Много Морализаторства Морализаторства Рассказывают Как надо жить А вот 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 Чтобы была Успешная сторона Какими нужно Быть Это все Очень легко Озвучить Рассказать В своих Речах А Что ты Собственно Своим Примером Показал Петр Алексеевич Есть Сторонники Зеленского А есть Сторонники Порошенко И что Те Что Другие Говорят Что Все бы Было Хорошо Наш Президент Самый Лучший Просто Ему Не дали Время Развернуться И сделать Все Что он Хотел Сторонники Порошенко Говорят Что Вот Все бы Было Хорошо Надо Только Было Еще Один Президентский Срок И все Было Бы Хорошо Но К сожалению Украинские Граждане Сошли С ума И выбрали На должность Президента Этого Клоуна Сторонники 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 Зеленского Говорят Ну Что Вы Наезжаете На Зеленского Ну Все Было Хорошо Вот Что Вы Хотите Чтобы За Пять Лет Построили Сингапур Нет Ну Вы Что Все Было Все Было Зеленский Бы Совсем Разобрался Просто Началась Война И Вот Из-за Войны Все Пошло По Пизде А так Зеленский Классный Вот Вот В этом Похоже Что Сторонники Порошенко Что Зеленского Не Хочу Делать Дальнейшие Выводы Кроме Одного Пиздеть Не мешки Ворочить Слабость Украинской Государственной Власти И Неспособность Построить И Обеспечить Государственный Строй Которые Ну Хотя бы Приблизительно Соответствуют Своей же Конституции Есть Главная Причина Того Что У нас Случился Майдан Что У нас Началась Война К нам Вторгся Враг Почувствовав Слабость Чтобы Отобрать У ослабевшего Соседа То Что Можно Отобрать Слабость Украинского Государства Проистекает Из Нашей Слабости Интересно Станет ли Кто-то Со мной Здесь Спорить Слабость Слабость Постуды Постуды Майдан Зверо Майдан Вослабость Продолжение следует...